Это классная история для Будвела, для котировок акций, если вы выходите на биржу. Но это не единственное, это просто один из языков, ведь мы говорим больше. Чаще всего современный человек говорит на трех языках средненько. Русский, английский и русский неофициальный. И когда происходит... Просто если отвечать, Катерина, на ваш вопрос, я считаю, что маркетинг современный это единственный диалог. Диалог с потребителем, но причем, я бы сказал, по-весеннему, диалог с потреби с клиентом на одном из пяти языков любви. Не смейтесь, да, есть такая теория, причем в межличностных отношениях, а я считаю, что отношения с клиентом это отношения человека с человеком. Нет B2C, нет B2B, есть H2H, Human, 2H, Human. И неважно, даже если мы общаемся с каким-то оператором в интернете, мы все равно общаемся с человеком на том конце провода робота, слава богу, еще так не развились. Один из пяти языков любви, там их много, забота, время, тактильные ощущения. То, что, например, мы приходим в красивый офис, для нас это тоже один из языков любви, или удобнее, или запарковаться мы можем. Поэтому я считаю, что ответ очень простой – диалог. Диалог на языке любви, и вот об этом даже мой слайд вот один сегодня. Спасибо. Мы на самом деле по большей части поговорили о розничном клиенте. Да, мы привыкли об этом говорить, информация об этом в сегменте больше традиционно. У нас сегодня есть очень интересный спикер с презентацией, такой очень обобщенной, аналитической, Дарья Сунцова. Она представляет опору России, она руководитель подразделения, поправьте меня, да, Дарья? Подразделение опора кредит, да? Я уже не сказал. Хорошо. Она как раз расскажет нам про корпоративного клиента. Очень интересно послушать и сравнить, насколько поведение этих сегментов совпадает или различается, какие общие есть черты, на что делают акценты, какие тренды, какие тенденции. Вот об этом расскажет Дарья, я передаю ей слово. Спасибо большое. Я прямо вдохновилась языком любви. Особенно приятно после этого слова благодарности сказать Екатерину вам за то, что пригласили на эту конференцию, как, простите, Екатерина, на эту конференцию, которая оказалась бы про маркетинг. Я не про маркетинг. Будет я про презентацию. Я представляю общероссийскую участную организацию опору России. Это 400 тысяч предпринимателей в 85 регионах страны и около 400 местных отделений. Там вообще проблемы с маркетингом финансовых услуг никогда не было и не стоит. Стоит только одна проблема, где взять деньги. То есть для каждого из наших любимых предпринимателей, представителей малого бизнеса, вопрос финансирования, он как был на первом месте, так и остался. И во всем опросам и исследованиям пока в приоритете. Получается у нас? Сейчас секундочку. Ну, хорошо. Я пока скажу, что абсолютно согласна с тем, что необходим диалог. И если мы говорим о развитии финансовых услуг в регионах, то именно диалог и личное общение, оно помогает повысить тот уровень доверия, который сейчас является основным для представителей малого и среднего предпринимательства при выборе финансовых институтов и инструментов и услуг. И, да, сегодня было безумно интересно слушать будет запрос экспертов по тому, что нас ждет в 2015 году. Ну, настроение малого и среднего бизнеса, как вы, наверное, чувствуете по тем предприятиям, которым являетесь клиентами, оно немножечко другое. Немножечко другое. Я бы даже сказала противоположное. Вот эти безумные ставки 25% плюс и полная невозможность получить кредит на каких-то адекватных условиях, ну, конечно, крайне расстраивают. И если бы вот сюда пригласили каких-то из наших предпринимателей, которые активно выступают на наших встречах, банкиров и представителей бизнеса, то вот первое слово эмоции в названии вашей конференции, оно бы стало ключевым. Ну, действительно, такая ситуация непростая. Но я хочу сказать, что это не единственный, не первый и не последний кризис в стране для малого и среднего предпринимательства. И можно даже так с некоторой поправкой сказать, что люди уже к этому привыкли. И так или иначе этот период пройдет, но уже теперь на основании прошлого опыта мы можем делать какие-то прогнозы, как себя вести в этот период, чего ждать в ближайшее время, и как нам вместе максимально эффективно стабилизировать ситуацию. Да, еще один момент, который вот хотелось бы прокомментировать по итогам бинарной сессии, это то, что касается развития. Вот где взять потребителей, новых потребителей, клиентов в новом году, в такой сложной экономической ситуации. Мы считаем, что единственный вариант – это совместное развитие. То есть говорить о том, что где-то есть представители этого малого и среднего бизнеса, которые еще не охвачены нашими маркетинговыми инструментами, ну, немножечко не то. Правильная ситуация в том, что есть много людей, которые занимались бизнесом, хотели бы заниматься бизнесом, хотели бы заниматься, но пока нелегально, хотели бы заниматься легально, но у них не денег для развития. И общая задача государства, общественной организации, будь то, порой России, любая другая банковского сообщества – вырастить этого потребителя, который будет готов развиваться сам и развивать отрасль. Я заранее прошу прощения, что я сегодня не за всю Одессу, а только за отдельное, малое и среднее предпринимательство, но, может быть, это не самая актуальная тема сейчас. Понятно, что, наверное, в общем системе портфеля это не такой уж, я не знаю, высокомаржинальный и приоритетный в этой ситуации сегмент, но так или иначе я не могу не сказать, если мне дали слово о такой России, то расскажу вам все, чего ждут предприниматели от банковского сообщества. Нет, не складывалось у нас в презентации. Еще 30 секунд хватит. Хорошо, еще 30 секунд. Пока вы не увидели картинку, я уже знаю. Там написано о том, что Россия по данным исследованиям ОСЭП, страны экономического сотрудничества, если говорить в целом о сегменте МСП, то мы отличаемся от развитых стран экономики в том, что у нас очень мало, ну, количественно мало предприятий разряда микробизнес. Я, с вашего позволения, не буду сейчас вдаваться в подробности. У каждого банка свои критерии малый и средний микробизнес по обороту и по численности занятых, но вот в целом, если немножко нивелировать эти различия, ну, примерно в 30 раз показатель России меньше, чем меньше, чем в среднем по развитых странах по микробизнесу. При том, что по среднему и малому бизнесу показатели не так уж сильно отличаются. И вчера у нас состоялся госсовет по малому бизнесу. Мы ожидаем как раз... Не получается у нас скрипера, ну, еще страшно. Сегодня у нас такая расслабленная конференция, удивительная компания. Зато можно поговорить более откровенно. Обычно у нас такие... Вы просто можете говорить в следующих сайтах. Конференции, знаете, с участием губернаторов, вот как-то вот так, в немножко в очередь, более официально и даже неудобно сказать, там, синевой рынок, который пока не выходит на кредитование и вообще на малый бизнес, который... Почему сухолицы губернатор уже говорит об этом? Очень позитивный пример у вас был. Его не пригласили. Правда, он возбекновляющий. Так вот, прогустили от малого бизнеса. Ситуация в том, что в России как раз мало микропредприятий. И кажется, что сейчас все усилия государства будут направлены на то, чтобы большее количество населения выключить в... ну, вот, просто в создании какого-то бизнеса, не крупного или, там, малого, ближе к среднему, а самозанятость, там, занятость до 10-15 человек, но расширить их количество. Ну, в том числе для решения социально-экономических проблем. Я думаю, что в этой связи стоит как-то ожидать и готовиться большого количества потенциальных клиентов с низкой уровней финансовой грамотностью и с теми, кто впервые действительно начинает свое знакомство с финансовой системой. Следующий слайд покажите, пожалуйста, про нашу организацию «Опоры России», которая создает 5 миллионов рабочих мест. И все время хочется, чтобы по этому поводу прислушивались к нам чуть более внимательно, чем это происходит. Но мы стараемся. На следующем слайде такой график про то, что в России не хватает доверия. То есть 97 место, самое последнее место по индексу глобальной конкурентной способности, связанное с институциональными проблемами. Безусловно, это проблема доверия между бизнесом и государством, но в любом случае у бизнеса есть несколько точек взаимодействия, и доверие это та проблемная точка, которая сейчас и с банковскими организациями тоже имеет особо критические ситуации. На следующем слайде динамика количества МСП, к сожалению, у нас нет возможности показать более подробно, что на 15-м году планируется. Я хотела обратить внимание на то, что рынок малого и среднего бизнеса падает, мы видели это в 13-м году, видели как в целом нисходящий тренд за последние 5 лет. У нас был период этой зимой, когда в Москве закрывалось по 30 малых предприятий в день, но сейчас по исследованиям опоры России, в том числе и по регионам, есть такое ощущение, что дно этих кризисных явлений в малом и среднем предпринимательстве уже пройдено, это индекс BSBI, который делает промсвязь баланс обмена с опорой России. Вот Оксана Романчук представитель сегодня расскажет более подробно. Мне кажется, очень важным, когда банки действительно заинтересованы в развитии потребителей, в развитии клиентов, в развитии отрасли и в анализе ситуации, ну и поэтому опора России, конечно, поддерживает эту историю, все наши члены стараются принимать участие. В общем, ожидаем некоторый рост по сравнению с предыдущим кварталом в третьем квартале, как раз потому, что он будет хуже уже некуда, но пройдено. Но насколько это будет сравнимо с 2013 годом с падением после страховых взносов, пока трудно оценить. На следующем слайде еще немножечко, чтобы у нас были картинки. что-то мы не видим в диаграмме. А еще раз здесь нажимаем. Нажимаем еще раз. Ну ладно. В общем, у нас есть сейвес Акоро Кредит, отдельная структура в Акоро России, Акоро Кредит, которая занимается вопросами координации потребностей предпринимателей банковских обслуживаний и как раз коммерческих организаций. Мы собираем онлайн-заявки на кредит и есть какая-то возможность не только поучаствовать в этом сервисе, но и проанализировать в течение времени, какие заявки поступают сейчас и что сейчас интересно. Довольно большое количество мы рассматриваем со всех регионов России, то есть можно сделать такой срез вне зависимости без большой привязки именно к Москве. я вам расскажу вслух. Про отрасля понятно, что у нас примерно такое же распределение, как и в целом МСП, больше всего это обли услуги, дальше производство, образование и так далее. По количеству объему требуемого запрашиваемого кредита, тут наверное надо сказать, что онлайн-заявка на кредит это сам инструмент немного для крупных клиентов, то есть скорее всего мы видим микрофинансирование или чуть более высокий сегмент, но до 100 миллионов рублей это заявка, которую мы получаем через сайт. И мы их анализируем на предмет финансовой адекватности, я бы сказала, то есть есть очень многие люди, которые хотят много денег навсегда бесплатно и без всяких залогов, а потом звонят и жалуются, что что же они так не дают представители банковского сообщества, такие не поддерживающие социально активное предпринимательство. Вот мы видели такой всплеск в прошлый раз в 2009 году, опять же связан с какими-то усилиями государства по вовлечению в предпринимательскую деятельность новых идей, и видим это в последнее время, когда люди то ли от отчаяния, то ли от невозможности получения никаких других отвлеков от банков, конечно, сейчас очень резкий рост заявок на неадекватных финансовых условиях, то есть люди хотят без залога и какие-то небольшие проценты на большой период времени. Но самое главное, что есть очень большой запрос и в целом спрос на кредитование, то есть казалось бы, что рынок падает и малого бизнеса становится меньше, настроение у людей плохое, и ожидания тоже пока трудно прогнозируемые, и страх как у потребителя, так и у представителя МСП он присутствует, но запросов мы сейчас получаем намного больше, как раз потому, что денег никому не дают, поэтому они дольше должны дольше усилить на эту реализацию. И второй инструмент, который позволяет нам делать выводы о состоянии малого и среднего предпринимательства, это оригинальная форма «Бизнес-Успех», которая объединяет несколько тысяч предпринимателей в разных регионах и включает в себя такие круглые столы по проблемным вопросам предпринимателей на местах. Я абсолютно согласна с коллегами по поводу того, кто может, кто является финансовым консультантом на уровне региона, это точно не онлайн система. И даже не потому, что у нас где-то плокос развит интернет, где-то наоборот хорошо развита традиция личного общения. Это как раз по тому слайду, который я покажу вначале, уровень доверия. Если мы выезжаем в регион, то начинаем опрашивать наших представителей малого бизнеса, как вы выбираете свои банки, где вы будете обслуживаться. Чаще всего это личные связи, рекомендации, которые помогают повысить решить проблему вопроса с уровнем доверия. И как раз на этих форумах мы можем понять настроение предпринимателя в отношении кредитования. На втором месте это то, что денег не дают, это большая проблема, вызывает много эмоций. И так или иначе здесь есть две стороны. С другой стороны то, что действительно банки приостановили некоторые программы по кредитованию. А с другой стороны то, что низкая финансовая грамотность представителей малого и среднего предпринимательства не позволяет делать такие заявки, которые бы соответствовали возможностям финансовых организаций. И третий вопрос, который сейчас кажется наиболее актуальным для представителей малого бизнеса, и он тоже сегодня обсуждался в начале, он связан с тем, что банки в принципе не настроены на и сейчас и вообще не настроены на инвестиционное финансирование, на кредиты под развитие длинной деньги для модернизации создания новых производств. В этом есть определенная логика, и мы знаем, что какие-то как-то принято говорить развитые страны, и не рассчитывают на кредитование как на инвестиционные ресурсы, они рассчитывают на фонды, на ленчурное финансирование, на помощь друзей, коллег, знакомых, и так далее. Ну и в принципе рынок инвестиций развит в России довольно слабо сейчас, как вы понимаете, мы все вместе просто размещаем деньги на депозиты в Сбербанк, инвестируем только в Сбербанк, и то бесплатно. Продолжение следует...